Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что не понял смысла... От 80 до 90 лет... Приходишь на интервью насчет работы... И как только говоришь, сколько тебе лет, все заканчивается... Это большое препятствие... Они не любят стариков... Хоть я и выгляжу молодым... И я выгляжу и чувствую себя молодым... Как у вас с техникой? Я могу выходить в интернет через Wi-Fi... Ясно... Но я им не пользуюсь по одной простой причине... Не считаю это необходимым... Не работает... Смотрите, не работает... Дайте взглянуть... Видите, я нажимаю кнопку... И я вижу вас сверху донизу... Но он не работает... Дайте посмотреть... Один... Два... Три... Четыре... Пять... Шесть... Семь... Восемь... Девять... Десять... Одиннадцать... Двенадцать... Тринадцать... Четырнадцать... Пятнадцать... Вы сфотографировали меня пятнадцать раз... Работа, которую нам поручили... Требует... Привлечения человека... Особого... Разведчика... Агента Крота... Так... Агент Крот... Не могу пояснить... Шпион... Да, понял... Шпион... Никто не будет знать, что вы... Шпион... А вы... Будете следить за всем, что происходит... У вас... Не будет проблем, ну скажем... Этического характера... Типа, как это можно шпионить за этими людьми... Никаких проблем... Никаких? Абсолютно... Более того... Мне это интересно... Ваша жена не станет возражать, если вам придется пожить... Три месяца в пансионате для пожилых людей... Моя жена... Оставила у меня трех... Прекрасных детей... Которые женаты, у них есть свои дети, но... Они все время думают обо мне, о моем здоровье... А они не будут возражать, если вам три месяца придется пожить в пансионате? Если я получу эту работу, у меня не будет никаких проблем... Потому что я сам принимаю решения, которые касаются меня... Агент Крот... Фильм Майте Альберди... Объектом... Мы называем человека, за которым устанавливаем наблюдение... Вы получите задание... Я назову вам имя, покажу вам фотографию... Я вам скажу, за кем именно вам придется там наблюдать... Меня наняла дочь объекта... Ясно... Итак, вы займетесь своим делом внутри заведения... А я буду отправлять отчеты дочери... Которая считает, что с ее матерью там плохо обращаются... Обворовывают и избивают... Вы понимаете? Это значит, что там вы будете моими глазами и ушами... Любая информация имеет ценность... Если вы увидите, что там туалеты грязные... Там нет туалетной бумаги... Что старики ходят в грязных подгузниках... Или что персонал под кайфом... Или бог знает что еще... Вы будете мне все докладывать... Так что я должен быть уверен, что объект... Находится под вашим постоянным наблюдением... Вы должны быть очень осторожны... Да, конечно... Никто не должен ничего заподозрить... Потому что если вас раскроют... В вашей работе конец... Это ваш объект... Ее зовут Соня Перес... Сархио... Пожалуйста... Постарайтесь запомнить эту... Синьору... Это бабушка? Да, вот это бабушка... Кроме этих фотографий... Вы больше никаких не увидите... Перед вами... Фасад... Дома престарелых... Сан-Франциско... В районе Эль-Монте... В районе Эль-Монте... В районе Эль-Монте... В районе Эль-Монте... КОНЕЦ Итак, теперь вы будете мне звонить по фейстайм. Хорошо. Я вас вижу, сеньор. Но вы мне позвоните. Бесполезно меня видеть, от этого я не стану ближе к вашей камере. Сначала вы должны мне позвонить. Хорошо. Олла, алло, Ромула. Я вас вижу. Но вы мне не позвонили. Да, понял. Отвечайте на звонок. Сдвиньте кнопку. Какую? Зелёная? Отвечайте на звонок. Вот так. Хорошо. Держите, держите. Смотрите на себя. Вы меня видите? Да, вижу. Да. Да? Я на экране? Да. И вы здесь. Да. Итак, вы должны мне позвонить и сообщить, что у вас есть срочная посылка. А ссылка – это будет наше кодовое слово. Это значит, что у вас есть важная информация. Ясно. Встречаемся на QTH. Как поняли? Ничего не понял. Отправьте голосовое сообщение через WhatsApp. Серхио, что мы делаем, когда вы не рядом со мной? Поэтому я и говорю вам повнимательнее. Сосредоточьтесь, когда я что-то объясняю. Я хочу купить вам «Октебрал». Для памяти. Как он называется? «Октебрал». А это что? Ручка. Если посмотреть через лупу, вы увидите сверху точку. Видите? Да. Это камера. Микрокамера. Да. Сейчас я вас снимаю. Надо это повернуть. Вот так. Теперь я выключаю. А это шпионские очки. Их надо включить. Как ручку. Понял. Вибрирует? Да. Чувствуете рукой? Да. Хорошо. Это значит, что вы записываете. В данный момент. Кого вы записываете? Медленно. Не так. Нет. Вот так. Видите? Отлично. Вот так. Хорошо. Вот только не надо делать шпионское лицо. Будьте болею. Но вы-то знаете, что я шпион. А они ничего не узнают. Никто не узнает. Господа, не могли бы вы отвезти меня домой? Проводите, пожалуйста. У меня нет ключа. У меня руки заняты. Девушка, помоги. Помоги, пожалуйста, раз у господина руки так сильно чем-то заняты. Да, ты, ты. Вот. Над нами камера. Там какая-то машина. Вон там. Это, чтобы подслушивать наши разговоры. Да, они все слышат. И уши у них закрыты. Я думала, они снимают кино. Они шпионят за нами. Да, они снимают что-то вроде фильма. Уж не знаю, что из этого получится. Хорошо. Серхио. Даляль. Смотрите. 20-го, 21-го мы с вами отвезем его туда. Вы в качестве его дочери. А я, вы должны запомнить. Кто бы ни спросил, я ваш любимый крестник. Хорошо. Понятно? Да. Вопросы? Меня беспокоит, что мой папа... Моя мама умерла всего несколько месяцев тому назад. То, что его нет рядом три месяца, для меня тяжело после того, как мама не стала. Мы сможем увидеть моего отца? Насколько с ним можно встретиться на выходные? Насколько он сможет покинуть пансионат? Если руководство пансионата позволит, под вашу ответственность можно. Но я не могу игнорировать правила пансионата. Потому что, если все пожилые люди захотят выйти, ну, вы можете себе представить? Многие из них просто потеряются. А у него не будет проблем с законом, если кто-нибудь узнает, что он там снимает и занимается расследованием? Ведь он будет снимать без разрешения. В пансионат нельзя просто так прийти и начать съемку. Я ведь права? С точки зрения закона, мы с клиенткой подписали соглашение о неразглашении. Она не может злоупотребить предоставленной мной информацией, потому что хочет знать только об условиях содержания ее матери. Даляль, если вы беспокоитесь насчет фильма, мы уже снимаем внутри пансионата. И они знают, если прибывает новый жилец, мы хотим на нем сосредоточиться. В данном случае это ваш отец. Все ясно? Почти. Но они, конечно, не знают, что он шпион. Знаете, для спокойствия моей дочери, вообще-то я выхожу из дому. Мы живем рядом с торговым центром, я хожу туда, потому что уже знаю все наизусть. Даже с закрытыми глазами я знаю, где какие магазины. Так что даже это надоедает через какое-то время. Иногда хочется прогуляться, пройтись под солнышком, посмотреть на красивые деревья, на птичек. Но и это надоедает. А когда я возвращаюсь в квартиру, мне становится как-то тоскливо. И мне кажется, что это дало мне какую-то душевную свободу. Душевно изматывает. Но в то же время это дает душевную свободу. Потому что я начинаю себя чувствовать, будто я такой же, каким был раньше. Теперь я не думаю о твоей матери все время, что происходило со мной дома. Все, что я видел, напоминало мне о маме. А теперь я возвращаюсь домой измотанный, настолько уставший, что как только вхожу, мне хочется только в постель. Так что в мозгу возникает какая-то ясность. Я радуюсь этому. И хочу, чтобы ты тоже была счастлива, но спокойна. Понимаешь? Здравствуйте, как дела? Хорошо, а у вас? Хорошо, спасибо. Здравствуйте, как поживаете? Хорошо, спасибо. Здравствуйте, мадам. Очень приятно. Как я вам уже говорила, это садик. Да. Ясно. Красиво. Да, здесь вы можете проводить время летом или посидеть вечерком с детьми. Это поручни. Вам может показаться, что они не нужны. Но иногда все-таки они нужны. Понятно. Так что помните, что у нас есть поручни, за которые вы можете держаться, когда нужно. Ясно. Хорошо. У нас есть комнаты на двоих, как это, с двумя кроватями и отдельной ванной. Хорошо. А есть комнаты на одного. С одной кроватью и отдельной ванной. Вот, видите? Со временем вы здесь лучше все узнаете. И дай пищу тем, у кого ее нет. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я слышала, завтра будет 40 градусов. Аминь. Это хорошо. Появился новый мужчина. Джентльмен. Да, он так выглядит. Да, сразу видно. Вы знакомы с новичком? Нет, нет. Он мне нравится, потому что мне кажется, что у него вид джентльмена. О чем бы я с ним не говорила, это было прекрасно. Правда? Да. Ты с ним уже говорила? Это мой десерт. Угощайтесь. Спасибо, но у меня есть. Может, пригласим его сюда? Здесь места на двоих хватит. Пусть привыкнет сначала. Если привыкнет, а то некоторые не могут привыкнуть и уходят отсюда. Возможно, он любит одиночество. Всякое бывает. Меня расстраивает, когда человек вполне может жить один дома, обходится без помощи, а его привозят сюда. Возможно, дома ему просто одиноко. Здравствуйте. Как дела? Уже привыкаете? Привыкаете к здешней жизни? Пока что не могу сказать, потому что сегодня у меня всего второй день. Но вы из Сантьяго? Из Сантьяго, из столицы. Ясно. У вас там осталась семья? Да. А жена? Я вдовец. А, дети есть? Да, есть. Большая семья. А сколько детей? Трое и пятеро внуков. Ничего себе! Много. Да, все мои. А что еще нужно? Говорит, что вдовец. Этот господин вдовец. Да, и недавно. Всего четыре месяца. Алло. Серхио! Да? Серхио! Простите. Что? Я хотел спросить, как успехи? Позвоню завтра, пока ничего не узнал. Вы должны. Хорошо. Вы уж постарайтесь. Да. Ладно. Завтра я вам позвоню, и тогда смогу что-то сказать. Да, пожалуйста. И хотя бы все записывайте. Да, конечно. Да, конечно. Хорошо? Кью-эс-эл. Послушайте, кью-эс-эл. Кью-эпи. Я понял. Можете ответить тем же кодом. Хорошо. И фотографируйте, хорошо? Конечно. Отлично. Хорошо. Счастливо. Можете ответить тем же кодом. Хорошо. 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 Подождите, подождите, скоро кто-нибудь подойдет Поднимите руки Наклоните руки вправо 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 Где у вас правая сторона? Хорошо Теперь влево Вправо Влево Вниз Вверх Вниз Вверх Вот так Один Два Три Не опускать Четыре Пять Ромола Это отчет за сегодняшний день, за среду Я был в общей комнате, искал объект Выявил четыре кандидатки Но все дамы, на мой взгляд, были похожи Как ее зовут? Не помню, не знаю А дама, что сидит рядом с вами, как ее зовут? Это Клотильда Ее зовут Клотильда Это? Это Клотильда Пока не нашел никого по имени Соня Позже я поговорил с сеньорой Петранилией Она меня развлекала своими стихами Я поднимаю за жизнь бокал Если есть любовь и понимание, ты не чувствуешь ни боли, ни ран Велико этих даров осознания При хорошей жизни и старость цветет Труд и честность приносят радость Лишь познав это, сходя в гроб, ощущаешь легкость и благость Прекрасно У вас замечательная память, сеньора Поздравляю Она говорит, за ней хорошо ухаживают, но жалуется, что пропадают вещи Как-то на мне была синяя рубашка Я написала на ней свои инициалы П, А, черной ручкой Вот здесь, вот в этом месте Я понял И дама, которая ее украла, написала на спине свои инициалы Красным и синим Свои инициалы большими буквами Как-то у меня пропали деньги Но это был кто-то чужой Не знаю, может быть, посетитель Но не здешний работник Только один раз? Да, один раз После чая я поговорил с сеньорой Хуаной Которая поскользнулась и упала, когда выходила из своей комнаты В итоге у нее болит все тело И глаз заплыл Интересно узнать, это халатность или нет Моя память Голова иногда подводит Отпускайте Отпускайте Голова иногда может подвести, верно? Да Какое-то время я жила в другом мире и не знала, где я, кто я После обеда я разговаривал с сеньорой Рубирой О ее жизни и о ее впечатлениях Об этом пансионате У меня трое детей Две девочки и мальчик У меня тоже трое Правда? Две девочки и мальчик Мальчик средний А мой младший Уже не такой молодой У него своя семья Да, ясно Мы были очень близки Но он женился на женщине, которая Когда я заболела Стала болеть Раз от старухи нет никакого проку Они ее убрали с глаз долой Но сейчас вы в полном порядке Прекрасно выглядите Да, и я знаю Очень скоро ваши дети приедут с вами повидаться Возможно, Бог вас услышит Надеюсь Ладно Еще увидимся Всего доброго Хочешь еще? Нет, спасибо Не нравится? Я только что пообедала Мне тоже надо сходить на обед Около шести вечера Марта и Сойла Стали настоятельно просить Чтобы им открыли главный вход Ой, дверь закрылась Она захлопнулась Нет, это ты закрыла Отвезите меня домой, сэр Сеньор, откройте, пожалуйста Откройте, пожалуйста Как я теперь выйду? Как я выйду? Пожалуйста Как мне теперь выйти, а? Я не знаю Отвезите меня к маме Отвезите меня домой К маме Они обманывают Марту Заставляют ее поверить, что ее мать звонит Но на самом деле это нянечки Они это делают, чтобы ее успокоить Потому что ее никто не навещает Алло Алло Это мать Марты Ясно Марта, твоя мама звонит Поговори с ней Держи трубку Ты такая счастливая Поговори Алло Мамочка, я так по тебе скучаю Ты никогда ко мне не приезжаешь Но я здесь Ты должна приехать повидаться со мной Хорошо Скучаю Я по тебе больше, чем ты по мне Мне так одиноко и тоскливо Потому что ты ко мне не приезжаешь Ромула Я здесь насчитал 40 женщин и 4 мужчин Включая меня Я нашел объект Она живет в комнате 17 Простите, сеньора, позвольте войти? Как поживаете? Хорошо Как тут за вами ухаживают? Хорошо Вам всего хватает? Да Да Забыл спросить, как вас зовут? Соня Я прибыл сюда всего пару дней тому назад Только начинай знакомиться с людьми Спрашиваю имена, чтобы знать, как обращаться Отлично выглядите Вы очень милая Красивая дама Я к вам буду заходить каждый день Пока Привет, Серхио Я прослушал ваше сообщение И хочу сказать Поскольку вы уже знаете, кто объект Не будьте слишком любознательным Будьте более расслабленным Ведь вы уже ее идентифицировали Не заходите к ней все время Иначе дама Может вас превратно понять И обвинить в чем-нибудь Кто знает Так что, пожалуйста, будьте осмотрительны Простите Добрый день, миссис Соня Добрый день Как поживаете? Хорошо? Хорошо Сегодня прохладнее, чем вчера, да? Ромола После обеда я внимательно следил за объектом Когда подошло время для чая Физиотерапевт помог ей немного пройтись В лечебных целях Вы знакомы с мистером Серхио? Нет Хотите, я вас представлю? Нет Ну, нет, так нет Когда доктор ее спросил Не хочет ли она со мной познакомиться Она сердито сказала нет Она посмотрела на меня, как на привидение Я заметил, она не очень общительная Если с ней никто не разговаривает Она может весь день молчать Это сегодняшний отчет Помолимся Богородица Дева Мария Исполненная благодатью Божией Радуйся Господь с тобою Благословенна ты между женами Богородица Дева Мария Помолись за нас, грешников Ныне и в смертный час Аминь Спокойной ночи и хороших снов Я должна забрать тебя домой Я с ним разговариваю Что? Я всегда с ним разговариваю А очень мило Я смотрю на него, как на живого человека Ну да И вы можете с ним поговорить А он отвечает? Нет Нет? Он не отвечает Но я вижу его и рассказываю ему о себе О том, что происходит у меня в жизни Да Сеньор, сеньорита Это открывается? Как это можно открыть? Это здесь открывается? Ключа нет Ключ внутри Сеньорита, эй Куда это положить? Нет Никак Спальня очень-очень чистая Душ работает Вода горячая Вода течет Все нормально Это ванная Здесь стоит горшок с мочой В душе одежда Воняет мочой Очень грязно Ромало Я осматриваю комнаты женщин Которые прикованы к постели Которые не разговаривают Одна из них без сознания А другая дама тоже не разговаривает Только корчит гримасы И прикладывает пальцы к рту Если честно Смотреть на этих пожилых женщин Очень тяжело Они Это уже не жизнь Это Это ужасно Это моя комната Очень мило Как у вас дела? Не знаю, скучали вы обо мне или нет Я пролежала два дня Ясно Мне все приносили в постель Это хорошо Слава Богу, я быстро поправилась За вами хорошо ухаживали Да, очень хорошо Так что не уезжайте Нет Вам не стоит уезжать Иначе окажетесь в депрессии Вовсе нет Потому что если вы расстроитесь Вам придется искать счастье Да, конечно Оставайтесь позитивным Это со мной уже было Поэтому я вам и говорю Да Я жизнерадостный человек Да, я веселый Но если впаду в депрессию Соберу вещи и уеду Что? Ни в коем случае Поэтому я вам говорю Оставайтесь позитивным Не волнуйтесь Ничего не случится А вдруг? Я не впаду в депрессию Я рад Просто счастлив Здесь очень хорошо И комфортно Да, слава Богу Хорошо себя чувствуете? Да Точно? Я здесь уже много лет И с вами хорошо обращаются? Я здесь 25 лет Значит, с вами обращаются хорошо Знаете Поскольку я вполне самостоятельна Слава Богу и Деве Марии Я в моем возрасте Вполне могу обходиться сама Сама могу сходить в больницу Я все сама делаю Везде сама хожу Выполняю разные поручения Все делаю сама Это хорошо Да Я хожу в банк Но сейчас все по-другому По новостям Столько всяких ужасов Рассказывают Что теперь Я боюсь ходить одна Очень боюсь Одно не стоит Вот я и подумала о вас Еще один самостоятельный человек Который может меня проводить Через дорогу за пенсией Я бы с радостью Но вы должны попросить для меня Разрешение? Ясно Просто так я не могу выйти Нет, конечно Я поговорю с директором И вы с ним об этом говорили? Да, говорили, но Не знаю Разрешите ли вы Я поговорю с мистером Серхио Узнаю, хочет ли он Хорошо? Хорошо И он мне нравится, знаете ли Вам нравится, мистер Серхио? Нравится А вы ему сказали? Нет Ну, конечно Мне нравится мистер Серхио Потому что Почему? Он джентльмен И симпатичный Ясно Он умеет вести разговор Он интересный И кажется, я ему тоже нравлюсь Если здесь устроить свадьбу Это будет роскошно Конечно, Берта У нас есть часовня, есть священник Это будет впервые за 25 лет, что я здесь Такое событие Никогда такого не было Никогда Никогда Значит, уже о свадьбе думаете? Это серьезно, ничего не скажешь Почему бы и нет? Если он мне нравится Я всю жизнь была очень разборчивой Но у вас был парень? Были, но поцелуи и объятия ничего не значат Ничего серьезного А я была очень упрямая Очень разборчивая Хотела подарить Богу девственность через будущего мужа Субтитры создавал DimaTorzok Мои волосы уже высохли? Да, сеньорита С юбилеем Субтитры создавал DimaTorzok Ромула Это сегодняшний отчет Четверг, 5 октября В 2 часа после обеда Мы все собрались в зале Чтобы отпраздновать юбилей пансионата Все было прекрасно Сначала был вегетарианский коктейль Включая жареного цыпленка С салатами, сок и десерт Потом Меня избрали королем дома престарелых Как вам наш король, Мирта? Очень симпатичный Первый класс А вам, Аракелита? Отлично! Спасибо, спасибо А вы сердцеед, мой король Так я не ошиблась, нет? Нет, нет! На меня кто-то смотрит и говорит Я хочу что-то сказать Так давайте спросим Мертита, что вы думаете о нашем короле? А что вы думаете? Я в него влюблена Похоже, у нас намечается свадьба Объявляю вас королем Поздравляю Браво! 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 Спасибо! Я счастлива. Позвольте представить вашего короля, сеньора Серхио. Очень рада, господа. Надеюсь, мы все будем счастливы. Конечно, счастливы. Браво, браво! Я прослушал ваш отчет о карнавале, об избрании королевы и о том, что вас выбрали королем. Это прекрасно. Я очень рад за вас. Однако вы мне кое-чего не прислали. Мне нужно подробное и логически обоснованное описание ситуаций. Вот что требуется моей клиентке. Понимаете? Добрый день. Добрый, добрый. Как поживаете? Как вы? Тоже, слава богу. Это прекрасно. Хорошо. Я рад за вас. Я пораньше лягу. Неправильно. Что еще одной-то делать? Я наблюдал сегодня за объектом и заметил, что она с трудом встает. Сиделки должны быть рядом и помогать ей. Бабуля. 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 Я падаю. Мне плохо. Ничего, ничего. Садитесь. Вот ваша каталка. Садитесь. Очень хорошо. Вот так, моя хорошая. Поехали. Я пытался заговорить с ней в приемном покое, но она отвечала односложно. Должно быть, она сторонится мужчин. Ты что, не трогай меня? Почему ты сердишься? Никто не смеет ко мне прикасаться. А кто тебя купил? Это я. Я тебя купила за мои деньги. Не ссорьтесь. Живите дружно. Успокойтесь, бабуля, хорошо? Успокойтесь. Тоже мне. Если мама приедет за мной, я уеду отсюда. Любит. Сильно. Не любит. Ненавидит. Любит. Сильно. Не любит. Ненавидит. Сильно. Не любит. Не любит. Ненавидит. Любит. Ильна. Как хорошо. Несмотря на то, что мне уже восемьдесят пять. Да, конечно, само собой. Просто чудесно. Ты можешь быть спокойна за него. Здравствуйте. Ты прошел мимо и не поздоровался? По рассеянности. Я хотел поговорить с вами, сеньора... Сеньора... Сеньорита. Сеньорита Берта. Ну-ну, говори. Я не пойду с вами за вашей пенсией. Нет? Нет. Дело в том, что мне не хочется выходить. Там, в Сантьяго, я выходил каждый день. А теперь... Я не хочу. Не хочу выходить на улицу за вашей пенсией. Это способ познакомиться поближе. Но если ты такой замкнутый... Мы уже познакомились. Да, но... Да. Я даже знаю, где ваша комната. Моя комната? И как она тебе? Очень красивая. Оттуда прекрасный вид на площадь. На площадь. Да. Вы живете в пятизвездочной комнате. Правда. А что ты думаешь про меня? Не понял. Про меня. Ну, вы очень милая. Да. Спасибо. Быть может, я напрасно обольщаюсь. Давай поговорим откровенно. Да. Но если ты не настроен... Не то, чтобы я был не настроен быть с вами. Я сейчас ни с кем не настроен быть. Я в трауре, синьора. Моя жена со мной здесь и здесь. Я оскорблю по ней. И не хочу связывать себя ни с кем. Понятно. А знаешь, что я сказала себе про тебя? Он такой обходительный мужчина. Он мог бы хоть в мыслях, хоть на время скрасить мое одиночество. Хотя, если это невозможно, я буду сама по себе, не беспокойся. Спасибо, синьора. Я буду везде ходить одна, как и до сих пор. Пока Бог судил мне быть во здравии, я уж лучше буду одна, чем в плохой компании. В жизни, дарованные мне Господом, я, ежели встречу камень преткновения, отодвину его прочь с дороги. И пойду себе дальше, как ни в чем не бывало. Такой я родилась, такой умру. Любовь. 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 Алло. Привет. Да. Серхио? Слушаю. Я сразу к делу. Вы прислали мне массу видеозаписей, но главного так и не записали. Моя клиентка заявила, что в доме престарелых произошло ограбление. Точнее говоря, кража. Так что… Понимаете… Да, слушаю. Будьте добры. Да. Я жду отчет в восемь часов. Ладно. Да? Да. Удачи. И вам. Поддавки играют. Да уж, да уж. Да уж, конечно. Меня увольте. Я говорю «нет» и все. Ясное дело. Деньги где? Не здесь? Нет. Или здесь? Нет. Или здесь? Нет. Нет, ничего. Нет. Ты скандалился. Нету? Вы взяли мою конфету. Конфету. У вас ловкие руки. Ладно, возьмите. Я ее съем. Ешьте. Сам ешь. Мама, знаешь, я тоже люблю тебя. Я хочу, чтобы этот человек дал мне денег. Да, у меня нет ни гроша. Постой, погоди секунду. Какая мама? Ты о чем? Разве ее мама жива? Отдай деньги. Какие деньги? Которые я только что тебе дала. Потерять деньги всякий может. Всякий. Конечно. Вызывайте полицию. Авелина. Сильвия Рохас. Ну, привет. Это не эль-ситы, а петиты. Ромула. В прошлую среду я стал следить за Мартой. Она показалась мне подозрительной. Мои вещи. Это мои. Одна, две и… О, вот это смотри. И это. И это тоже. Вот. Фреа Малина. Я обыскал комнату Марты и нашел вещи, которые принадлежат другим людям. Марта очень ловко присваивает себе чужие вещи. Но на нее трудно сердиться. Я не видел, чтобы сиделки воровали. Это сегодняшняя порция. Вы видели фотографию серебряного ожерелья? Это чокер. Чокер с камнем. Моя клиентка сообщила мне, что он принадлежит объекту. Вы писали про ожерелье с медальоном. А это чокер с небольшой подвеской. С камнем. Не знаю, камень это или нет. Я видел фото. Это камень. Ну, хорошо. Значит, камень. Можно считать, мы поймали Марту с поличным. Она тайком шарит по ящикам в чужих комнатах и ворует чужие вещи. Серхио, Дон Серхио, Дон Серхио, вы не видели мои вещи. У меня был портфель с учебниками. Где? Как где? Здесь. Я не видел. Не видел. Нет? Но у меня был портфель с учебниками и прочими вещами. Да. Мама говорила, береги свои вещи. И я все время их берегла. Ясно. И где же они? Не знаю. Как видно, не очень вы их берегли. Нет. Может, на улице оставила. Может быть. Жалко, если пропадут. Вещи-то дорогие. Обидно. Вы были первой, с кем я имел удовольствие познакомиться здесь. И после этого мы разговаривали раза четыре или пять. Да. Конечно. И вы... И я говорила бессвязно, вероятно, не зла чушь. Отнюдь. Нет, нет, сеньора, отнюдь не бессвязно. Ваша речь была связной. Хотя порой вам трудно было вспомнить. Но это не было бессвязно. Нет? Нет. В самом деле, я не могу припомнить, чтобы мы с вами разговаривали, вот как сейчас. Вот видите, всякий раз, когда я спрашиваю, навещают ли вас родные, вы не можете вспомнить. Вы отвечаете, честно говоря, я не помню. Я думаю, они заботятся о вас. Просто вы, так же, как не помните о наших с вами встречах, не можете вспомнить ваши свидания с детьми. Добрый день, девочки. Добрый день. Как поживаете? Хорошо, а вы? Отлично, милая. Прекрасно выглядите. К вам посетитель. Этого посетителя мы уже знаем. Крестный. Кавальеро. Как наша Марта? Не очень. Не очень? А что стряслось? Что с ней? Марта, что с вами? Я потеряла пальто. Она потеряла пальто. Вчера потеряла. Надо же. И как? Где? Когда? Почему? Я оставила его на столе, да? Вроде. И куда-то пошла. Когда вернулась, его не было. Она всюду носила его с собой. Я сказал ей, уберите его. Она не послушала. Вот и потеряла. Какого цвета пальто? Бежевое. Бежевое? Бежевое с желтым мехом. Да. Ну, я посовещался с клиенткой. Можно спросить? Пожалуйста. Ваша клиентка верно тревожится за свою мать. Сказала, что тревожится и хочет, чтобы я поработал на совесть. Но я ее ни разу не видел. Мне думается, она никогда не навещает мать. Так откуда же тревога? Ну, она много работает на неделе. Поэтому вы с ней ни разу не встречались. Вот в чем дело. Да. Так вот. Она просит срочно проверить лекарство объекта. Мать принимает пилюли под названием... Сейчас, секунду. Кветия... Дианин. Кветия... Кветия... Как? Так. Название трудное. Лучше записать. Кветия... Кве... Тиа... Тиа... Дианин. Так. Ромоло, сегодня я внимательно наблюдал за объектом. Я убедился, что в шесть вечера ей не дали ветеопин. Послушайте, мне кажется, сеньора... Как зовут сеньору, что за соседней дверью? Соня? Да. Ей надо принять лекарства. Я спросил сестру, и она сказала, что объект в это время никаких лекарств не принимает. Нет, в шесть она ничего не пьет. Ничего? Нет. В шесть ничего не пьет. Я думал, ей надо принимать в шесть. Нет, не надо. Будьте тактичны и осторожны. Если видите, что в шесть ей не дали лекарства, зафиксируйте это и просто скажите мне, она не получила свое лекарство. Она его не получила. И не вздумайте спрашивать сестер, почему вы не дали ей лекарства. Они вам скажут, это не ваше дело, дала я ей лекарство или нет. Что за вопросы? Вы должны соблюдать осторожность и ни в коем случае не затевать ссор. Кто вам сказал, что я затеял ссору с сестрой? Никто мне не говорил. Вы сказали. Это ваше предположение. Нет. Сестра мне просто сказала, что она не пьет лекарств в это время. Вот и все. Ясно. Я решил, что вы спросили сестру, почему вы не дали ей лекарства. Нет. Не выдумывайте того, чего не слышали. Знаете, мне тут кое-что сказали. Да. Сказали, что вы заблудились вчера вечером. Вчера вечером? Нет. Да, вчера. И что вы ходили на улицу. Что вы выходили на улицу. Да но. Да. И что, что вас забрали в полицию. Да. Это правда? Да. Да? А что стряслось? Я заблудилась. Заблудились? Понятно. Я возьму вот это, чтобы не испортилось. Вы капнули себе на грудь. Ниже, ниже. Тут? Да, тут. Да. Вам надо вытереть. У вас есть салфетка? Да. Тихо. Сядьте, сидите спокойно. Ладно. До встречи. Чао. Вытирайтесь салфеткой. Где вытирать? Вот здесь и здесь. Дайте мне. Так? Да. Здесь и здесь еще. Вот возьмите. Ну, Мартито, я не помню, почему сбежала. Пришла полиция, меня арестовали, спросили мое имя, мое положение, все мои данные. Вы пошли в полицию искать вашу маму? Не знаю, зачем я туда пошла. Сейчас надо вызвать полицию и спросить, за что они меня арестовали. Может, вы что-то совершили? Нет, я не воровка. У меня совсем нет ничего краденого. Совсем ничего? Совсем. Алло. Мамочка. Почему ты не пришла за мной? Но если я себя плохо вела, вы обе должны были прийти. Прийти и повидать меня. И спросить обо всем. Задать вопросы. Это деликатная тема. Ну, конечно. Только представь. Не похоже, чтобы ты по мне скучала. Если бы скучала, ты забрала бы меня отсюда. Не важно, как. Мне очень нравятся ваши стихи. Знаете почему? Они рифмованные. Да. Я не люблю стихов без рифмы. Я признаю только рифмованные. Если в стихах нет рифмы, по мне, это и не стихи. Я думаю, они больше для молодых и для матерей. Значит, и для меня. Если для молодых, то и для меня. Нет, не для вас. Разве ваша матушка еще жива? Нет. Вот видите. И матушка, и отец давно умерли. Я прочту для нас обоих. Коль матушка твоя жива, здорова, спасибо Господу скажи за это, поскольку счастье сего святого сподобился отнюдь не всякий смертный, а коль она в обители небесной, коль жизнь твоя вдруг сделалась постылой, ты не сочти да кукой бесполезной, слезу пролить над маминой могилой. Мне очень нравится. Кто бы еще мог здесь читать нам стихи? Никто, не единый человек. Я родила четверых детей, чтоб было чему радоваться в старости, а теперь я здесь и особой радости не вижу. Я вырастила всех четверых. И что? Где их благодарность? Они не из тех, кто приезжает каждое воскресенье. Я их не упрекаю. У них своя жизнь, свои дела, свои обязательства. У них теперь свои семьи, свои дела. Где им помнить о матери? Нет, я их не упрекаю. Не приходят, но и ладно. Вообще-то жизнь довольно жестока. Здравствуйте, сеньора Рубира. Здравствуйте. Как самочувствие? Не очень. Голова кружится. В самом деле? Да. От чего? Быть может, от лекарств? Кажется, мне дают какие-то лекарства, с тех пор, как мне плохо. Вам и сейчас плохо? Нет. Ну, голова... Голова кружится. А сестра... Сестра вас осмотрела? Нет. Со мной раньше такого не бывало. Так странно. Что же это со мной? Если хотите... Я провожу вас к сестре. И она скажет, что с вами. Нет, пусть она сюда придет. Если сама пойду, я могу упасть. Но я помогу вам. Мне стало так тоскливо. Вы напуганы. Вот в чем дело. Я уже не знаю, где я. Вы здесь. В пансионате Сан-Франциско. Да-да, вы дома. Если вам хочется плакать, поплачьте. Да. Вам станет легче. Да. Не стесняйтесь меня. Поплачьте. Это эмоциональная отдушина. Поплачьте. Вам сразу полегчает. Поплачьте. Это успокоит вас. Ромула. Я подошел к сеньоре Марии и попросил у нее журнал посещения. Оказывается, мою приятельницу Рубиру в этом году никто не навещал. Если это возможно, достань мне фотографии ее родных. Я ей покажу. Пусть порадуется. А то меня беспокоит ее душевное состояние. Добавила. Артремке... Хорошо. Горелая. С днём рождения тебя, с днём рождения тебя, с днём рождения, папа, с днём рождения тебя. Тебе хорошо тут, старина, да? Правда? Да. А это чья красавица? Здравствуй, здравствуй. Как дела? Как живёте? Привет. С днём рождения. Спасибо, милая. Спасибо. Спасибо. Привет, пап. Привет, сын. С днём рождения. Спасибо. Мы не стали тебе звонить, раз уж приехали. Да. С днём рождения. Сюрприз. Поздравляем от всей души. Большое спасибо. Мы все вас очень любим. Спасибо вам большое. С днём рождения. Спасибо вам за вашу заботу о нас. Я вас люблю. Я тоже вас люблю. Желаю хорошо повеселиться. Дон Серхио, мы хотим сделать вам подарок ко дню рождения. Но этого больше, чем достаточно. Нет, то ли ещё будет. Вас пришли поздравить, Дон Фредди Ториальбо и Дон Патрисио Ассорио. Аплодисменты. Тебя целую и дышу едва. Тебя увижу кругом голова. Твоим словам с благоговеньем внемлю. Тебя люблю, как солнце любит землю. Тебя люблю, как солнце любит землю. Тебя люблю, как солнце любит землю. Это кто такая? Это Кармен, моя дочь. Нет. Клаудия. Нет. Другая внучка. Кармен Руби? Пан Мария? Ну вот. А это? Вот. Ещё один снимок. Это Кармен Руби. Да. А это? Ещё. Клаудия. Ну и память. Какая у вас память, сеньора Рубира? Я в восхищении. До чего хороша. Да. У меня все дочери красивые. И эта красотка. Не иначе и вы в молодости были красавицей. Ну что вы. Наверняка. Вы же к этому руку приложили. Ну, что скажете? Чудесно. Правда же? Замечательно. Большое спасибо. Не за что. Берегите их. Да. Лично в руки. Благодарю вас. Я ничего плохого не делала. Видит Бог. Я ни в чём противозаконном не повинна. Меня забрали просто так. Да. На всякий случай. Прости, я не смог тебе ничего прислать, потому что был нездоров. Так что, извини, вчерашний отчёт вышлю тебе сегодня. А вчера я не домогал. И ничего не мог делать. Сегодня... Сегодня пришлю очередную порцию. Моя жизнь такая, потому что муж не ладит с моим отцом. Прости, но я тоже человек. Я человек и уважаю тебя. Уважай меня и ты. Что ж. Ладно. Говорю же тебе, я пришлю вчерашний отчёт сейчас. Нельзя со мной так обращаться. Потому что... Ну, ладно. Я пришлю тебе отчёт. Скорая подъезжает. Приготовьте всё и захватите мобильный. Да, осторожно. Они подъехали? Да, аккуратнее. Долго её продержат в больнице? Какое-то время подержат. Быть может, несколько дней. Смотри, потому есть инсульт или нет. Да. Дай видеть мир твоими, Бог, глазами и слышать звуки, как их слышишь ты, руками стать твоими и устами, в жизнь притворяя все твои мечты. Уникальный ум. Я не раз это твердила. Она первая дарила нас своими стихами. А перед кончиной, как все наши постояльцы, высказала свои пожелания перед отходом в мир иной. Да. В мир иной. Прощаясь с нею, мы передаём наше напутствие дорожайшей и возлюбленной аппетите. Коль матушка твоя жива-здорова, спасибо Господу скажи за это, поскольку счастье сего святого сподобился отнюдь не всякий смертный. Коль матушка с тобой, будь к ней ласков, пусть благоденствует в земных пределах. Скажи спасибо за труды, за сказки, за колыбельные, что в детстве пела. А коль она в обители небесной, коль жизнь твоя вдруг сделалась постылой, ты не сочти до кукой бесполезной слезу пролить над маминой могилой. Пускай вовеки будет и отныне в жестокой жизни, где миллион терзаний, могила матери твоей святыней, и кладезем благих воспоминаний. КОНЕЦ Ну что, едем? А? Можно взять такси. Давай? Ромуло, ты требовал железных фактов, а не мнений. Но я все же выскажу свое мнение. Здешним постояльцам очень одиноко. Их мало кто навещает, некоторых и вовсе забросили. Одиночество бич этого дома. Клиентка вряд ли сможет заявить о преступных действиях. Ее матушка в хороших руках. Объекту нужна особая забота, и мы не уверены, что клиентка способна обеспечить ее. Я не вижу смысла в проведении этого расследования. Пусть клиентка проводит его сама. Все-таки речь о ее матери. Пусть подумает о своих проступках, о том, почему не живет с матерью и не навещает ее. И последнее. Когда я смогу уехать? Пожалуйста, ответь сразу. Я хочу домой. Серхио. Привет, Серхио. Ваши выводы предельно ясны. Вы превосходно поработали. Что до вашего отъезда, потерпите немного, чтобы обставить все, как полагается. Я понимаю, вы устали, но дайте мне еще два дня, чтобы вызволить вас без помех. Хорошо? Почему вы уезжаете? Потому что, если честно, я бы побыл здесь подольше. Но, как я уже говорил, не могу отрываться от корней. От моих детей и внуков. От годовалого внука у меня сердце тает. Вот. Вот почему я хочу уехать. То есть не хочу, а должен. Должен уехать. Спасибо вам за все. Я буду навещать вас. Вы мои друзья. Спасибо. Спасибо. Вы были добры ко мне. Я уношу с собой самые трогательные воспоминания. Вы всегда будете со мной по ночам. Я тоже люблю вас. Я полюбил вас с первой встречи. И я. Спасибо вам. Я буду часто навещать вас. Хорошо. Мой добрый друг. А ведь у меня нет друзей-мужчин. Теперь есть. Теперь один есть. Вы же знаете, я сентиментален. Вы довели меня до слез. Все пройдет. Все пройдет. В этой жизни все к лучшему. Быть может, за мной приедет мама. Крестный. Крестный. Вы, наконец, едете домой. В добрый путь. В добрый путь. Светлая память Берти Петите Меннабуреми. Автор сценария и режиссер Майте Альберди. Фильмы снимались. Серхио Чами, Ромула Айткин, Мария Оливарес, Сойла Гонсалес, Петрония Абарка, Рубира Оливарес и другие. Продюсер Марсело Сантибаньес. Оператор Пабло Вальдес. Композитор Винсент Ван Вармердам. Озвучено компанией Zone Vision Studio по заказу МТС в 2022 году. Композитор Вальдес. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok